Музыка На Дмитрогорском мясоперерабатывающем заводе работает немало молодых специалистов разных профессий. Один из них – Кирилл Изотов, экономист убойного производства мясоперерабатывающего предприятия группы. Для Кирилла ДМПЗ стал первым местом работы, а пришел устраиваться он совсем на другую вакансию. Дело было так. Я родился тут, в городе Конаково, Тверская область. Учился тут 11 классов в 8-й школе, полностью закончил. После чего поступил непосредственно в университет Мупыч-Дубна. Международный университет природообщества человека Дубна. Там я выбрал кафедру экономиста и получил непосредственно бакалавриата экономиста. После чего пошел в армию, а после армии уже непосредственно пошел работать сюда. Куда сердце себя направляет, туда и непосредственно на ту сферу, которая тебе нравится. Я выбрал экономиста. Путь на Агропром-комплектацию начался с того, как я закончил армию. Закончил армию, пришел домой, и мне родственники посоветовали пойти в вакансии работы на мастера по цеху. Я пришел непосредственно на убой на производство наше. Тогда я впервые познакомился с Верой Федоровной, нашим директором. На этом заседании Вера Федоровна на меня посмотрела с другой стороны, как будто, и сказала, что есть вакансия экономиста. Попробуй на этой должности. Я был, конечно, очень сильно впечатлен, потому что я шел на другую должность непосредственно, а тут выпадает такая удача, можно сказать. Очень боялся сделать что-то не так и подвести коллег. А в итоге... Я помню, как начался мой первый вот этот день. Меня сразу отправили на контрольные замеры нашему убойному цеху по машине. Я точно не помню, что случилось. По-моему, выход мяса мы все-таки рассматривали. У меня был сильный мандраж, я думал, что я что-то не то запишу, что-то не так сделаю. Я очень сильно боялся подвести людей. Мы все сделали, все замеры произвели, и там надо было предоставить данные, просчитать брендбук. А я-то тогда еще был неопытен и случайно дал не ту машину, я помню, с которой мы делали контрольные замеры. Тогда мне было очень трудно с этим справиться. Подвел человека, я понял, что я подвел. Ну, в итоге все хорошо потом получилось. Все-таки все исправили и все-таки все сделали. Но было очень-очень обидно, можно так даже сказать. Ну, волновался очень сильно в этот момент. Кирилл у нас пришел к нам непосредственно в отдел в переломный такой момент. У нас один сотрудник уходил, второй сотрудник приходил, и время на адаптацию у него было очень мало. Вот, у нас была всего неделя. Вот, и он за эту неделю себя показал способным молодым специалистом. Я понял, что эта работа со всей ее сложностью ему нравится. И на Дмитрогорском мясоперерабатывающем заводе он хочет стать одним из лучших. К этому стоит стремиться. На моей работе мне больше всего нравится это, когда мне вставляют дело контрольные замеры. Когда я непосредственно выхожу на наше производство, занимаюсь расчетами, сводками, собираю данные. Дальше делаю сводку данных, предоставляю непосредственно нашу дирку. Мне нравится, когда я спускаюсь в наше производство и начинаю сливаться, можно даже так сказать, с нашими подчиненными, которые непосредственно работают в этой сфере. Мне нравится, как у нас все производится, нравится наша работа. Могу сказать, что у нас Кирилл как палочка-выручалочка, если что-то где-то случается, кому-то надо что-то где-то помочь, он уже настолько приобрел опыт, что он может спокойно заменить, допустим, какую-то, исполнить задачу за производственника. Потому что он непосредственно постоянно находится у нас на производстве, оценивает, смотрит за контролем. И поэтому, будем так говорить, что адаптация у него прошла быстро, с ускоренными темпами, и поэтому он влился в наш коллектив очень благоприятно. Самое главное – не останавливаться. Ты получил какой-то опыт, какие-то знания, а после чего непосредственно ты должен развиваться, не стоять на месте. Все время получать каждым днем все больше и больше налогов. Основные преимущества в агропромкомплектации – это же, конечно же, получение опыта, знаний. Для меня это, можно сказать, первая работа непосредственно такой большой фирмы. Самой целью, которую я хотел бы добиться – это подняться как можно выше.